Сводный план тушения лесных пожаров на территории Свердловской области на период пожароопасного сезона 2024 года утвержден губернатором региона Евгением Куйвашевым. Запланирован целый ряд мероприятий, на которые выделена внушительная сумма. При этом прошедший год показал, что бороться с разгулявшейся огненной стихией можно только сообща. В Артемовском городском округе огромное количество добровольцев встали плечом к плечу с пожарными и спасателями. Сразу же возникла идея организовать во всех населенных пунктах отряды более подготовленных людей из числа местных жителей. Однако, когда пламя отступило, все занялись своими делами и эта инициатива, что называется, заглохла. У нас приняты все положения по добровольцам пожарной дружине. Все, пожалуйста, давайте создавать. Васильников, я к вам обращаюсь, помогите нам, давайте тех людей, которые будут в эту дорогу. Если там будет 8 человек, вы слышали, Ивлев выступал, то могут дать пожарную машину. Правительство есть на это, да. Так давайте, помогайте. Мы не можем людей. Мы не можем. Так мы работаем, мы не можем, мы людей найти не можем. Как людей найти? Ну как? Ну как? Ну, давайте. Я прошу помочь. Конечно, на территории нашего муниципалитета активно действуют отряды Всероссийского добровольного пожарного общества, которые проходят серьезную подготовку и имеют базовое техническое и материальное оснащение. Однако, как показала практика, бороться с пламенем нужно широким фронтом. А в этом случае ощутима нехватка специального оборудования. Мы сейчас опять в пожарный период заходим. Мы приобретаем сейчас воздуходдувки, которые спрыском идут. 62 тысячи она стоит. Ангара-62 называется. Рюкзачок, все, и сдувает вот это вот пламя. Понятно, что не большой пожар, а вот эти вот ландшафтные пожары, где можно. Ну, лесоавиоохрана нам подсказала. Пять мы приобрели. Сейчас через КЧС будем еще 15 покупать. Для нашего муниципалитета это немалые деньги, но благодаря этим системам будет значительно снижен риск распространения огня. Прежде всего, во время ландшафтных пожаров. Главное, чтобы такое оборудование всегда находилось в надлежащем состоянии и было оперативно доступно добровольцам.